всем привет вадим минков против юэля ромеро полный как турнира билата будет разобран бойцовском клубе диванных аналитиков также будут данные ставки в закрытой группе и естественно меня зовут арсений роман вам привет да я рад всех приветствовать ну и кстати еще у нас бойцовском клубе будет разобран не только полный карт беллатора но и полный карт и сей уже разобран уже там лежит полностью все бои и конечно же pfl полный как будет разобран а также все бои и все разборы которых на ю тубе не будет поэтому друзья очень много там контента и конечно же на все вот эти вот бои которые мы мы будем смотреть да там и беллатор и эйси и pfl и юси всегда есть ссылочки вот что важно да потому что мы всегда смотрим турнирчик и обязательно каждый каждый вид каждый турнир по несколько человек залетает который говорит где ссылки дайте ссылки на турнир друзья всегда ссылки у нас бойцовском клубе диванных аналитиков при том кстати совершенно бесплатно к слову да если что ну и раз уж я про это начал мы еще и стримить будем этот турнир беллатор я я лично планирую постримить эйси я также планирую постримить и юси конечно же тоже поэтому ребятки подписываемся и на стримерский наш канал у нас отдельно агрессив лайф в описании ссылка стримы ламповые очень веселые эмоциональные вместе будем эмоционировать так сказать с вами комментировать play by play по раундам вести а также конечно же на них бывает великолепный шикарный и страшный для букмекера лайф поэтому ребятки велкам на стримерский канал тоже но сейчас поговорим про главный бой беллатора да вообще конечно мы наверное хочет собрать все титленные шансы просто быть рекордсменом о наличии титленных шансов в своей карьере ну короче это просто наверно это реально уникум да у него невероятная атлетичность невероятная генетика которую там даже джо роган отмечал своем подкасте нам рассказывал как после боя с витекером у него была сломана орбитальная кость и пока его везли типа к врачу врач потом рассказал что при осмотре у него уже часть орбитальной кости срослась вот и джо роган предположил говорит мы же ведь не знаем может быть это йори ромер это часть какой-то кубинской программы по этим какой-то часть исследовательской программы на нем проводили муж какие-то опыт но шутки шутками да но человеку 46 лет да и он выглядит просто как греческий бог да из эпоса вот поэтому кто знает кто знает да как фильмах этих иван драга нас юри ромеро мутант генетически ну на самом деле бояр конечно его чувствуется спад у него сейчас гораздо быстрее в этом весе кончается бензобак вот так же он начал хитрить потихоньку работать уже привык к весу плюс-минус до но после этого начались победы в третьем раунде даст по лизе просто за секунду до конца боя и за минуту там полтора минуты с новым манкуфом но бойцы конечно далеки от уровням вадима немкова честно откровенно говоря да но тем не менее то есть по лизу досрочить это прям дорогого стоит он реально там потряс жесткого своей темы в разноход очень взрывной человек поэтому его и атаковать принципе люди боятся тот же там ады сания да тот же там фил дэвис хотя конечно фил дэвис его заборол но тем не менее то есть судьи увидели там сплит короче такой интересный момент вадим немков провел просто свой идеальный войск с этим кори андерсоном вот отработала жестко встречал избивал короче забрал там большую часть раундов и вообще ну то есть там хорошо подготовленному как он будет в этом бою подготовленный вопрос потому что не знаю воспринимает он ромеры соперника не воспринимает но в любом случае от ромера мы можем ожидать какую-то опасности так или иначе все равно ромерыч может удивить да но по большому счету конечно немков варит у него есть лоу кейки которым будет применять здесь будет выбивать ноги статичные ромеры чтобы тот не мог взорваться печать его порывы либо просто уходом по прямой линии или там заворачивая либо встречая его своими панчами потом когда ромера подустанет да можно уже атаковать принципе я конечно хотел здесь какой нокаут увидеть желательно там и вот конечно желательно трамы потому что у нас кракен на такой легенда спорта ну скорее всего это будет либо decision от немкова либо нокаут от немкова ну не знаю возможно ли там ромера чего досрочить ну наверно к 46 годам уже шанс на это повышаются резко да потому что но манхуф там не знаю старик тоже да по лизе вообще безударный фил дэвис безударный адес они не бьющий коста плюс там минус тоже не бьющий да и витекер которая ему там попадал ломал но это было когда восемнадцатом там девятнадцатом году был очень давно да то есть него прям бьющих соперников но давно не был там из последних вот его был витекер восемнадцатом году соуза в пятнадцатом году да и брансом в четырнадцатом да ну и все по сути то есть из бьющих реально соперник а сейчас будет бьющий соперник и бьющий жестко то есть но это принципе возможно возможно что мы увидим нокаут от немкова вполне возможно тоже зависит это он будет готов зависит от того как он не будет план на бой с ним будет план на бой висеть на ручках тогда амарова может угостить чем-нибудь вкуснее чем ручки вот так в целом конечно немков варить естественный был хочу победить что кто-то победил в нокаут отправить роман ну в моем понимании все-таки интересно все таки интересное противостояние да несмотря на коэффициенты несмотря на то что у нас тут явный и явный фаворит имеется действительно ну я хочу заметить что вадим немков конечно по идее набрал да и набрал очень хорошо он сейчас максимально укомплектованным смотрится бойцом который если нужно применять борьбу до его вроде как и перевести стало сложно но все равно в целом до ошибочки он допускает проблемки там некоторые все равно присутствуют мы знаем что вообще его как бы переводить можно вообще ну как бы теоретически да это было и не так давно это не когда-то там в прошлой жизни да и переводить и лежать можно на нем в целом уставание от него мы видели уже причем очень даже серьезная да каким-то хорошим кардио он похвастаться мог разве что в прошлом поединке и также я хочу заметить что далеко не безупречно он действует стойки да хорошо да неплохо но быть потрясенным и уйти в нокдаун от джулиаса англикаса ну согласись но но такое но но так ну да потому что все таки джулис англикас ну не сказать что там какой-то знаешь не могу сказать что очень плохой до боец но это явно даже близко не тот уровень это даже близко куча это да да ну и собственно поэтому я думаю что некоторые моменты ну вот которые я сейчас озвучил они все таки есть которыми ромера воспользоваться может и мы все прекрасно юэля ромера знаем что это это боец которому достаточно одного микро эпизода до одного удачного таймингового взрыва которую он сделает в целом сейчас он проводит бои примерно так же как он так сказать свои лучшие годы в юси до проводил то есть выходит ни хрена не делает да ни хрена не делает его соперник боится что то делать соответственно получается как то ну вроде как скучновато да вроде как не сильно зрелищно и потом просто резкий неожиданный взрыв и финиш просто здравствуйте да по-прежнему остается он максимально взрывным да по-прежнему максимально опасным очень он очень все еще знаешь наверное можно сказать что все еще немножко не предсказуем и вполне себе свою борьбу применить он тоже может то есть когда это было нужно то есть у него был соперник мэлвин манхуф это боец который кикер да с ним с ним надо бороться это нормально и ромера вполне себе успешно эту борьбу применял вот поэтому варианты есть что касается подготовки я ожидаю одних от обоих хорошую подготовку ромера выглядит просто великолепно я и я не знаю когда у него будет какой-то спад именно по физической форме то есть видно да по лицу что там седая борода вот вроде как уже такое даст стареет лицо но все что ниже то все что ниже лица это ну сколько это можно дать там 18 20 лет великолепно выглядит просто физическая форма ну а так нужно конечно иметь ввиду что 46 лет человеку что-то сказать да 40 46 лет по габаритам они будут примерно равны ну и соответственно чемпионом у нас является вадим немков то что он идет фаворитом это конечно прекрасно понятно и предсказуемо безусловно но ромера это тот боец которого списывается счетов никогда нельзя ну опять же если предполагать в целом как может пройти бой мне кажется что немков скорее всего будет стараться знаешь работать на очки мне-то мне так кажется да осторожно просто делать чуть больше просто чуть больше не не форсируя ну и в целом форсировать с ромера это такое себе что касается коэффициентов да так давайте откроем коэффициенты у нас следующие 1 и 21 виктор немков ой виктор немков да вадим немков если бы здесь был виктор немков эх было бы хорошо йоль ромера четыре с половиной ну очень большой разброс да как я сказал в целом по фавориту окей хорошо но кэфф на ромеру все-таки довольно интересный довольно интересный учитывая что у этого финишера до шансы есть всегда ну и опять же поболеть мне лично за ромера хочется никакого неуважения к немкову да и ко всем кто за него болеет ну ромера это просто какой-то невероятный уникум да и хоть и знаешь вот вот эти бои где он делает финиш они хоть и не зрелищные но сам финиш как правило такой зрелищный что прощаешь ему эту вату да что он стоит ни хрена не делает и и опять же но друзья ну что только его его поведение вот чего то чего только это стоит да вот я вообще не против чтобы он выиграл потом вцепился в сетку погавкал в камеру офигенно классно я буду этому только рад поэтому ну как бы с фаворитом здесь понятно да немков должен быть фаворитом но я думаю ромера шансы есть я хочу за него все-таки поболеть и этот бой ну я все-таки ожидаю мне кажется интересно может быть да и все ставки естественно будут платным канале в телеграме все фотки голых женщин будет вконтакте в основной группе вк разделена и все а сбора на эту неделю и себе вата и все будут естественно бойцовском клубе диванок аналитик поэтому переходим там же будут ссылки там же уже лежат видео с прошлой недели так что переходим чекаем наслаждаемся и пишем мнение в комментариях по этим боям всем пока